Всем добрый день, меня зовут Сангаревич, компания CrashForex. Начинаем наш вебинар по обзору рынка, прям качество связи, если меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Благодарю за обратную связь. Начинаем, как обычно, с генеря событий. У нас сегодня есть интересные новости. В 15.30 это новости по Америке, индекс цен производителей. Это такой вот опережающий индикатор инфляции. И здесь, что касается индекс цен производителей, то чтобы понять, что с ним происходит, можно посмотреть на отчет института АСМ. Там у них есть ценовые индексы. Мы на прошлой неделе смотрели эти отчеты, заходили. И каждый также может набрать в интернете АСМ и посмотреть. И там АСМ, значит, ценовые они сократились. То есть падение индекса. И, соответственно, здесь сегодня АСМ производитель, раз хорошее не выйдет. То есть хорошее это лучше, чем ждет рынок. А рынок ждет сегодня 3.2 год к году. Год к году означает август 18-го к августу 17-го. И, значит, раз индексы сократились АСМ, то сегодня хороших новостей у вас не будет. Для доллара это событие со знаком минус. В 17.30 также новости из Америки. Это запасы нефти в США. Вышли предварительные дни от Афиганского института нефти. Данная организация сообщила, что запасы упали на 8 миллионов баррелей. Это очень большая причина. Обычно Американский институт нефти указывает верное направление. Периодически случается так, что разные цифры. Например, Американский институт показывает там минус 7, бывает минус 5, минус 4. Но направление оно верное. Практически всегда за крайне редким исключением. Поэтому даже если сегодня не будет 8, допустим, а в 2 раза меньше, минус 4, это все равно очень много. Рынок ждет сегодня. Сокращение запасов на 1 миллион 300 тысяч баррелей. То есть, если цифра будет в 2, то в 3 раза выше. 2,6, 3,9. Это хорошая цифра для рынка. То есть для котировок движение вверх. И соответственно для рынка нефти это хороший сигнал. Для рынка это сигнал на покупку. Сейчас включим трансляцию экрана. Посмотрим на наши графики. Пара евро-доллар у нас накануне достигла отметки 16,43 и скорректировалась. Сейчас 15,85. Те цели, которые мы указывали вчера, такие краткосрочно 75 и чуть-чуть подальше. Это верхняя Боллинджер. Это 17,64. Цели мы еще не достигнуты. На мой взгляд, покупки они по-прежнему интересны. Именно покупать, а не продавать эту пару. Здесь в целом все очень так неплохо смотрится и по технике, и по фундаменту. Не так быстро растем, как ему хотелось бы. Но надо подождать. Допустим, если вот нефть смотреть. Нефть вчера очень хорошо стрельнула. И мы о ней говорили, что 79,90 ждем. И в часу был очень хороший руковод. Хотя тоже вроде стоял вот так в понедельник во флете. Плюс-минус, но вчера стрельнул. Ебра еле-еле так вот движется вверх. Здесь надо подождать и тоже стрельнет вверх. Причем это может быть сам в любой момент. Поэтому здесь покупаем на текущих уровнях 15,06. Цель 16,75, она прежняя. По рынку нефти здесь цель тоже прежняя. Мы еще не дошли, 79,90. И сегодня шансы есть взять эту цель. Если в целом сравнивать, что сегодня более... Где более сильный сигнал по валютам, там по евро, доллару, фунт, доллару, доллару, иену или по нефти. По нефти более сильный сигнал. Он и технически более сильный. Более сильная картинка. Вот мы здесь видим. ЭДИХ 44 дневки. Хороший тренд. По RSI по-прежнему нет перекупленности никакой. 65 значений. По четырех часовкам у нас 56. ЭДИХ здесь тоже. Сильный тренд. И хороший тренд в часовиках. И новости. Американская зубнефть показывает на сокращение запасов. Завтра, в четверг ждут урагана. Флоренс в Америке эвакуируют некоторые компании рабочих из Мексикского залива. Закрывают производство. Ураган завтра. Ожидается вечером. Там мощный ураган. И вообще, там тоже такой плюсик. Локальный плюс. Значит, непонятки у нас в Ираке. Там народ недоволен тем, что они живут без воды, без электричества. И они идут в район Басра. Как раз тот самый район, где нефть добывают в Ираке. И они там пытаются что-то сделать. Как-то что-то перекрыть. Транспортную нефть. В общем, митингуют. В Ливии там убийства, взрывы проходят. В Иране ничего пока такого нет. Но там сильная инфляция. Курс валюты каждый день падает. И это вариант, что цены на нефть растут. И там очень сильно валюта упала. Народ тоже в панике. Такой экономический кризис. Тут санкции через два месяца. Американские очень сильные такие. Намного сильнее, чем те, которые даже в отношении России введены за все это время. Летние санкции. Поэтому тут тоже в любой момент могут быть такие беспорядки. И все к этому идет. И плюс сами санкции тоже негативные. Поэтому тут очень много факторов. Таких вот, чтобы нефть выросла. Даже, наверное, нет никаких факторов, чтобы не упало. То, что сейчас небольшая коррекция, это нормально. Потому что мы сильно выросли. И здесь сейчас, я думаю, эта коррекция завершится. Минут через 20. И в 11 часов по Москве рынок начнет пройти. Поэтому, если вы покупали вчера, то уровень у Ворошии. Ждем по 7 вместо 9.90. Если без позиции думаете, где войти, то можно входить минут через 20. Около 11 часов по Москве. Какая котировка будет, там и входить. А сейчас еще может пунктов на 10, 20 сократить. Котировку вниз. Что касается 8.45. Я думаю, Евгений будет 8.45. Не знаю, будет сегодня или в следующей неделе. Так, я думаю, да, я думаю, 82 мы в этом месяце увидим, в сентябре. Выше, я думаю, не пойдет пока. Уже дальше движение вверх, я думаю, будет после 7 ноября, после иранских санкций. А сейчас мы где-то будем находиться в диапазоне 75. Нижняя граница, 82 верхняя. Мы будем находиться до вот этих вот американских санкций в отношении. Потом будем выходить вверх. Но если, конечно, какой-то форс-мажор произойдет еще очередной, то мы тогда выйдем в 82 раньше, чем 7 ноября. Если форс-мажор не будет, форс-мажор, я имею в виду, может быть, там вырочены, взорвут, там в Ливии, кого-нибудь расстреляют, там, из нефтяников, у водителей. Сейчас пока шортить опасно, сигналов нет на шорт. Если сигналы будут, мы обязательно об этом поговорим. Сейчас пока сигнал на покупку. 79,90, и потом вторая цель 80,45. В принципе, две цели, они реально вполне сегодня. Поэтому я бы половину закрыл на 79,90, половину на 80,45. 80,45 мы можем сегодня сделать, либо это будет завтра в 5, но в недельник. Вот так. Моей-Марине. Поэтому нефть и евро интересно покупкам, нефть интересно больше, евро поменьше. Пара фунт-доллара тоже подкорректировалась. Сейчас немножко растет, 30,19. Здесь ничего не изменилось, по сравнению с сейчасшним днем. И в целом новости хорошие по Великобритании. Средний заработок вырос очень хорошо. Количество безработных немножко сократилось, но именно немножко в целом уровень безработицы не поменялся. Но немножко сократилось количество безработных. И в целом новости хорошие. Нефть дорожает тоже для фунта хорошо, поэтому ждем 1,31. Если вы в позициях вчера открывали, то сидим и ничего не делаем. Ждем, когда дойдет 1,31. Если без позиции, то покупаем сейчас 1,37. И 1,31 закрываемся. В доллар и японская иена здесь потихонечку рос скромный, но все равно тихонечку растем. В чем подросли неплохо так, в принципе. Но все равно тоже подросли, но скромно. Потому что, исходя из S&P, которые сейчас на текущих уровнях торгуются, это вот 2,892 доллара, и она должна быть уже 112,50. Наконец же. Поэтому покупаем эту пару, цель 112, вслед за S&P, ждем рота. Она у нас с S&P коррелирует сильно. Сам S&P тоже стартует вверх. Две свечки подряд, дневные и бычьи. И сегодня, я думаю, рост будет продолжен. Поэтому S&P тоже покупки интересны. С целью наверх не побольше. 926,3. Пока до нее не дошли, ждем туда роста, потихонечку растем. S&P покупаем. Так, какие у нас вопросы, уважаемые коллеги? Давайте, пожалуйста, свои вопросы. В чатах можно написать. Я на все ваши вопросы обязательно отвечу. Индикатор скользящий средний. Кои пьют выбор для 15 минуток? Спасибо за вопрос. Вы знаете, я, честно говоря, 15 минутки не использую для анализа. Почему? Потому что там много плохих сигналов, много ложных сигналов. И плюс сам индикатор скользящий средний. Мне тоже не нравится. Он тоже такой эффективный. Поэтому я не знаю, какой там период использовать. Потому что, на мой взгляд, целовеки 15-минутный график, он плохой. И его лучше не использовать. Это вот мое мнение. Потому что оно ошибочное. Ну, у меня вот сложилось такое мнение. Я использовал все графики абсолютно. Начиная от месяца, заканчивая минутным графиком. Комбинировал различные там варианты, индикаторы и так далее. Различные комбинации смотрел. И у меня получилось, что график от одной минуты до 30 минут включительно. Они давали много ложных сигналов, плохих сигналов. На этот месяц тоже непонятно, как себя вел. Хорошо себя величие сорки, дневки и недельки. Я использую это вот. Скачий средний тоже такой индикатор и не особо хороший. У меня получилось, что лучше использовать, допустим, EDX вместе с Bollinger. EDX как направление тренда. Сила тренда. Или флэт, или тренд. То есть, что он показывает. То есть, это рвать. И Bollinger это точки, где открываться и где закрываться. Поэтому, я не знаю. На мой взгляд, и там 15-минутный плохой, и средний тоже, на мой взгляд, не так интересный. Так, и имеем тот же самый EDX. Так, значит, где купить фунт? Тарас, купить в текущем уровне 2.9, 1.31 цель. Фунт, да, скорректировались. В целом, здесь не изменилось. Особо, вообще ничего не изменилось. Верхняя, по Bollinger, она у нас находится на 1.3090, на дневном графике. Я думаю, мы зайдем на нее немножко. Здесь, по фунту, в целом, все хорошо. Рын, облигации показывает сигнал вверх, а не показывает сигнал вверх. Новости на этой неделе очень хорошие, по Великобритании. И, торговый баланс выравнивается, экспорта поменьше становится, экспорта побольше. Средний заработок вырос очень сильно. Причем, так сильно вырос, что, в принципе, через месяц и три, инфляция должна сильно подрасти, с учетом роста цен на нефть, среднего заработка. Инфляция должна быть в конце года в Великобритании. Где-то декабрь, вот так вот, январь. И начнутся опять разговоры, что надо ставку повышать, где-нибудь там, в феврале, в ареле, в банку Англии. Ну, и на этих разговорах тоже, в фунту, еще подрастет. А поскольку рынок всегда отыгрывает все это дело заранее, уже ранее начинают разговоры, будет, что ставка там, может, повышена и так далее, то, в принципе, я думаю, вполне может быть, что в следующем месяце уже первые разговоры пойдут, что в конце года будет высокая инфляция, что банку Англии надо ставки повышать. И эти разговоры, они тоже для футора хорошие. Поэтому сейчас, в целом, здесь все так неплохо формируется, и я жду выхода за Боллинджер за отметку 1.3090. Но если смотреть самый сильный сигнал, то в нефти он получается в большей степени, чем, допустим, по евро. Евро, фунт и доллар, иен, они вверх показывают. Но постраднее по сравнению с нефтью. В нефти прям вообще самый сильный сигнал. На второе место по степени силы я бы поставил S&P, потому что S&P опаздывает, отклонился от своего тенда, и сейчас он пытается его догнать. Я бы здесь на второе место поставил. На третье место я бы поставил фунт-доллар, на четвертый доллар, иену, на пятый я бы евро поставил по степени сил. Что еще интересного, лукойл я бы тоже в первую тройку бы включил. Вот рядом с S&P, рядом с фунт-доллар, потому что нефть растет, для лукойла это большой плюсик. Плюс, вот вчера такая свечка была с длинной тенью вверх. Мы недавно рассматривали по фунту такую свечку на этой нефть. Где у нас график по фунту? Длинная тень вверх, это часть 7 сентября. Следующий день в рост, потом в рост. И как раз говорили, что рост. Смотрите на лукой график, та же самая свечка, та же самая длинная тень, то же самое рост, день с днем, но как один в один, то есть совпадающие графики. Поэтому здесь тоже рост будет. И поскольку фунт-доллар дошла до верхней, потом скорректировалась, то здесь тоже можно ждать движение к верхней, а 4080-15, и потом тоже коррекции. Здесь тоже хороший тренд, все так плохо, тенденция хорошая. Наверное, вас тоже интересует рубль, что с рублем, рубль нас интересно себя ведет. Понедельник такая бывшая свечка вроде, максимум за два с половиной года. Журналюги написали, что прям там, я не знаю, что, прям как будто дефолт случился. Максимум пары доллар-рубль за два с половиной года, как будто это прям из ряда вон выходящее событие. Ну, они журналисты, они любят панику создавать, они такие сочные новости пишут всегда. И как раз тоже в понедельник поговорили, что народ тут в обменнике потянулся, и журналисты тоже прям, ну, не знаю, что там, апокалипсис, армакедон, прям все очень плохо, печаль прям стопошная. И тоже говорили в понедельник, что где-то разворот близко. Единственное, что смущало меня, что Орешкин сказал, что тоже рубль будет упрямляться, доллар будет расти. Ну, в принципе, тут я посмотрел вчера, как раз тоже мне стало интересно, Орешкин, как Улюкаев себя ведет немножко по-другому. Вы знаете, у него, в принципе, более здравые вещи, он человек такой, более здравомыслящий. Улюкаев тут вообще был, как бы, постоянно, но кризисы искал. Здесь человек все-таки более здравомыслящий, в принципе, он в том, хотя ошибся, когда я говорил, что 60 там, надо покупать доллары, а доллар упал на пять с половиной, но он до этого весной еще давал прогноз, такой долгосрочный на год, когда курс был 57 с половиной, он говорил, что надо покупать доллары, и курс как раз подрастет на 64 через год. В принципе, он тут оказался прав, прав, то есть, потом он начинал прогноз 60-64, он оказался неправ, но такой более долгосрочный прогноз у него оказался верный. И вчера в интервью он тоже говорил, что приводил в пример того же самого Уоррен Баффета, который говорит, что когда прям паника, все плохо, журналисты нагоняют тоску, надо как раз в это время входить в рынок против всей этой паники. То есть человек так со здравым смыслом более разумно говорит и объясняет, чем его предшественник товарищу Люкаеву, который просто каждый месяц искал дно и всем это дно находил. Поэтому, может быть, здесь даже и нормально будет, то есть, в принципе, не будет такого противоречия. Хотя, обычно, когда чиновники говорят, что это одно, то бывает наоборот. Но, в целом, мы сейчас видим, значит, не в 80-ти и на 80-ти нацелено. Поэтому, сейчас, если посмотреть RGBI, это Russian Government Bond Index, это индекс российских облигаций. Тот самый индекс, который показывает тех самых нерезидентов, которыми нас пугают. Весь этот год нерезиденты, нерезиденты, чтобы нерезиденты там испугались противороссийской облигации. Но, эти нерезиденты могут быть и резидентами, в принципе, там могут быть граждане России, просто у них фирмы могут быть в офшорах каких-нибудь там, в Ирландии, в Кипре, там, или еще где-нибудь там, в Люксембурге. Но, они тоже считаются резидентами, нерезидентами. И вот этот индекс, он растет. Вчера очень сильная разворотная свечка была на дневном графике, сегодня прям мощная свечка вверх. То есть, эти самые нерезиденты, которые в панике убегали, сейчас в панике возвращаются обратно. Причем, быстро так все раскупают. Поэтому, в принципе, еще раз это доказывает, что санкции это не то совсем, куда наши журналисты уводят. То есть, санкции Америка может ввести. Причем, сегодня, 12 сентября, будет третье финальное обсуждение в Грессе, в комитете банковском. Потом, они передают свои наработки Минфин. Там, Минфин итоговое решение принимает и потом уже будет не дать. Поэтому, теоретические санкции могут быть введены, но при этом и нерезиденты раньше убегали, санкции, там, все плохо. Теперь нерезиденты забегают. Но, если посмотреть на нефть, то все понятно, почему они забегают. Потому что нефть уж больно стоит дорого. Поэтому, у нас по нефти все в тренде в 90. Я жду роста в начале следующего года, весной, апрель, марта, 90 брендов. Может быть, даже пораньше это увидим. Поэтому, эти самые резиденты опять толпой прибегут, опять все будут скупать, у нас опять все будет нормально. И, тогда скажут, что, ну, вроде как, санкции там еще пока не такие страшные, поэтому они не сработают. Наверное, такое будет объяснение. Ну, потому что, как иначе объяснить такой бред, что вроде санкции ввели, а они не работают. Одной же нефтью тут не объяснишь. Это же неправильно, надо что-то придумать, поэтому будут, наверное, придумывать такое. Поэтому рубль пока потихоньку так вот будет сейчас укрепляться. Доллар-рубль значит вниз. Средний по Болинджеру 8.06. Вот туда мы пойдем. Тем, что народ в понедельник в обменнике прямо этой очереди видел. Я периодически так живу в крупнейшей банке посмотреть, там, как у нас народ в обменнике кусуется или нет. Есть очередь. Тоже такой хороший индикатор, индикатор толпы. Я отслеживаю такой вот индикатор, составил его на всяких там статей в СМИ, всяких там радиопередачах. То есть куда панику нагоняют, значит будет обратно скоро. Ну и когда народ в эту панику включился, то как раз действительно обратно. И получается, что в августе паника началась в СМИ, но в августе я тоже своих знакомых опрашивал, которые тоже такие сумасшедшие на журналистов реагируют. Это тоже такой дополнительный индикатор подтверждения. Я говорю, переводят все там плохо у вас, беспокоены. Они такие нет, нам все равно. Я думаю, все равно курс 166 вам все равно. Вам журналисты говорят, что надо бежать, покупать. Нет, нам не интересно. И тут в понедельник тоже меня все спрашивали, ну как пойдет дальше, рванет. Я сказал, не знаю, потому что ну зачем мне индикатор портить. Есть индикатор, который показывает сигналы. Я говорю, не знаю, думайте сами. значит они пойдут сегодня покупать. Ну раз пойдут, значит годит разворот. И они пошли действительно в понедельник. И вот мы пока видим в обратку. Поэтому здесь как и прежде, то есть вывод какая мораль какая. Прежде нефть это основу всего. Смотрим за нефтью. Нефть товар циклический и хорошо можно его предсказывать, как он будет себя вести. Потому что один цикл рост потом цикл падения опять цикл роста. То есть это гораздо проще, чем спрогнозировать кто будет допустим победить на выборах президента России. Это же намного тяжелее спрогнозировать. Нефть все-таки попроще. Поэтому здесь и соответственно также с рублем получается ситуация такая попроще. На рубль только один фактор влияния нефти. Допустим на евро доллар очень много факторов оказывает влияние. Здесь тяжело прогнозировать. Тяжелее. С рублем здесь плюс-минус все понятно. Отклонения конечно бывают такие, паника тоже. Если люди подняли в обмене кейп, в валюту тоже конечно котировки подрастут. Один до три дня, две три недели. Но потом это развернется. Всех вот этих людей панически скупать доллары их всех накажут очень сильно. Поэтому здесь вот сейчас прям должно быть очень интересно. Сейчас должно быть такое хорошее движение против толпы которое у нас с металловой валюты в обменниках. Можно найти Александр уровень хороший 16.75 и 17.62 цели. 16.75 ближайшее 16.75 подальше уже наверное в следующей неделе только можем это увидеть. Уважаемые коллеги завершаем наш сегодняшний вебинар. Всем спасибо за внимание. Завтра у нас два вебинара в дистриции обзор рынка и в 14 часов поговорим о банке Англии завтра заседание банка Англии на прошлом заседании которое было в августе в начале банк повысил ставку фунт резко вырос на этом можно было хорошо заработать завтра тоже поговорим будет ставка повышать нет будет фунт расти или нет завтра тоже будет очень хорошее движение в 14 часов в 15 часов в это время по Москве и мы в режиме реального времени проведем такой вебинар приходить будет тоже интересно спасибо